всем огромный при огромный привет спасибо что заглянули на мой канал и благодарю каждого кто смотрит мои видеоролики кто поддерживает ваша поддержка чувствуется также спасибо за ваши лайки и за то что подписываетесь ребят я уже как-то не комментировала давновато орловцев хотя посмотрела их два видеоролика про бабушку со внуком и про дядю колю и на бабушку мне не хотелось комментировать отдельно и я уже ждала что-то нового потому что я уже говорила что этот видеоролик мне не зашел и я не хотела именно все комментировать потому что я сразу поняла в чем причина и что она просто не хотела выносить ссор из избы потому что проблемами до у дочери с алкоголем и она все это в подробностях не хотела говорить при всем том как я поняла что она не думала что это выйдет так далеко в массы хотя ну я не знаю как она не думала возможно она не думала что люди разные и мыслят по-разному и могут высказать свои мнения поэтому знаете вот при всем уважении к орловцам и к этому человеку пожилому я не стала как-то высказывать особо свое мнение и этот видеоролик где у нее крик души и где она не ожидала что столько будет в ее сторону грязи хотя знаете на самом деле я почитала там комментарии я не увидела столько прям грязи единственная там какая-то девушка по моему бурцева или как как на нее сказала я тоже читала ее комментарий которая высказывала свое мнение что она ее знает и что в общем то все там ужасно и ну в общем именно как бы от этого человека шла грязь и вот бабушка это все прочитав она действительно как так как в депрессию какой-то провалилась и ей наверное уже не хотелось чтобы ее снимали но все таки ребята нам показали этот крик души и в общем то и мне ее стало как-то вот жалко что и как она говорит уже эта помощь как во вред ей пошла они как на пользу потому что очень сильно она нервничала но на самом деле люди разные и писать могут разное и мыслим мы все по-разному поэтому я всегда говорю оставляйте свое мнение потому что мне интересно что вы думаете по поводу какого-то моего очередного выпуска в видеоролика даже если мнение ваши совершенно не совпадает с моим потому что разные мы все и я могу иногда и ошибаться и причем часто могу ошибаться во многом могу ошибаться и я это не скрываю ну конечно же видеоролик с дядей колей это вообще сплошной позитив я его всегда смотрю на одном дыхании и мне всегда хочется чтобы он был подольше я всегда улыбаюсь ну потому что он сам позитивный человек и вот многие пишут последнее время в комментариях просто в сравнении с дэшниками что это небо и земля но я как говорю что лучше не сравнивать потому что задешниками никого невозможно сравнить и там действительно у ребят колоссальная помощь потому что прежде чем купить квартиру они его поселили в съемную квартиру они его обследовали они ему реально помогли помогали с продуктами с одеждой и по сей день помогают даже когда он уже в квартире привозят продукты привезли там галоши потому что дожди и скоро осень и будет много грязи и они с ним шутят и он шутки понимает и это не выглядит слушайте как стёб какой-то потому что они понимают друг друга и вот приятно такие видеоролики смотреть приятности диколе всегда приятно прикалываются там они с бабушками с невестами и сейчас вот привезли тоже посылки от василька где василек мы уже все знаем что он блогером отправляет на обзор какие-то вы какую-то свою продукцию и вот эта продукция приехала где диколе и да как-то у кого-то еще я читала что вот там это все дело некачественное все это неинтересно все там рвется или прочих ну какая разница слушайте ребят но они привезли и это ему нужно подушка там полотенца футболки но это же классно они не оставили себе да и на обзор там не на не рассказали что вот то 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 они привезли человеку который нуждается во всем этом и это приятно приятно что они всегда приезжают не с пустыми руками с огромными пакетами продуктов а если без продуктов то они идут и просто делают закупку ну и сам дядя коля он позитивный и он слышите такой да стеснительный по поводу того что вот они покупают и порой он говорит что нет там как бы не надо потому что там он купит или еще что-то но видите они все равно с пустыми руками никогда не придут в этом и есть отличие что у них нет такого что они приехали до запилили контент и поболтали ни о чем и уехали нет да и по поводу зубов у дяди коли интересовались не так смешно я если честно его даже с зубами уже не представляю потому что мне вот он такой вот намного интереснее и он видите говорит что да и и и не надо ой мы с ним солидар я с ним солидарно в этом плане потому что я ужасно боюсь стоматолога и видимо дядя коля тоже хоть и говорит вот там у него зуб болел да и все равно все равно ничего не надо ему и так хорошо ему и так нормально хотя по сути до зубами можно было бы решать эту проблему но если он сам не хочет то это не колоссальная такая прям проблема мне кажется если ему комфортно так то и нормально чё тут уже цепляться прям за эти зубы вообще всегда жду видеоролики орловцев ну потому что они позитивные мне нравятся их герои мне нравится их помощь это у всех бывают какие-то проколы что-то не так но даже на их стримах я много раз была на стримах я видела как они читают все вопросы они стараются не пропускать ни одного они отвечают они в общем-то прислушиваются к своим зрителям причем всегда главное что они слышат зрителя и поэтому есть доверие в любых делах благотворительной тематики есть какие-то проколы есть какие-то недопонимания но главное что они решаются в положительную сторону они так вот тяп-ляп надеюсь вы уже тоже посмотрели эти видеоролики и оставите свое мнение у меня на канале и заранее благодарю вас еще раз за лайк за подписку кто еще не подписан и как всегда всем желаю прекраснейшего настроения добра улыбок позитива жаркого солнышка желать не буду миша ругается говорит на солнышке работал в общем желаю хорошей погоды дома и на улице и главное здоровье мои хорошие берегите себя и своих близких всех обнимаю пусть виртуально но крепко крепко каждого пока